Митрополит Одесский Измаильский Агафангел посетил Бонченский монастырь. Архипастер встретился с митрополитом Бонченским Лонгином, трудами которого созданный живописный монастырь с величественными соборами, интернат для детей-инвалидов и сирот, медицинская клиника Святого Луки с новейшим оборудованием. Обо всем подробнее расскажут наши коллеги. Делегация Одесской епархии во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом посетила Свято-Вознесенский мужской монастырь Бончены, Черновецко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви. В селе Мольница трудами наместника митрополита Бонченского Лонгина построен большой и уютный детский приют, настоящий родной дом для сотен особых детей, которые тут всегда чувствуют заботу и тепло. Лица детишек светятся радостью и любовью. И все они и здоровые, и больные, маленькие и повзрослевшие, и те, кто уже покинул стены этого необычного дома, обрел профессию, создал семью, родил детей, по-настоящему счастливые. На территории Вознесенской и Бонченской обители также построена новая современная больница Святого Луки, в которой трудятся лучшие специалисты. В стенах этого заведения проявляют заботу и милость ко всем нуждающимся и страждущим, которых лечат не только телесно, но и духовно. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что нужно сказать? Великолепнейшие храмы. Это не просто храмы. Здесь продумано все до мелочей. Это настоящий Дом Божий. На верхних лиросах храмы. Внизу три собора. Как у нас при Боженском соборе такой балдахин, весь в позолоте, стаси. Друзья, приезжайте в Бончене, как наш владыка Агафанга. Приезжайте в Полнечную поиску. Посмотрите, поверьте, это все вас надыхнет и заставит в жизни верить в чудеса. Потому что без чудес, без Господа это построить нельзя. Пройдешь, покажи вот этот образ. В завершении паломнической поездки владыка Агафангел прибыл в скит в честь Святой Блаженной Ксении Петербургской. Слева от меня храм в честь Блаженной Ксении Петербургской. И этот скит тоже в честь этой великой святой. Эта территория невероятно красивая. Видно, что здесь любят эту территорию, любят, трудятся. И девушки выходят замуж и венчаются в этом храме. И кто не знает, поинтересуйтесь очень много в интернете, сколько здесь связано с этим событием. Как Владыка Лонгин устроил такую масштабную тектоническую работу по устроению жизни выпускников этого приюта. Во время поездки и такой славной экскурсии нашему Владыке Агафангелу, Владыке Силуан, отец Иов, повторят очень громко и четко, что все здесь построено, все здесь созидалось и созидается по благословению нашего предстоятеля церкви, блаженнейшего митрополита Ануфрия. Он во все вникает, он советует, он помогает, он своим авторитетом помог очень много, чтобы здесь все это построилось. И знаете, мы должны ценить это и смело говорить о том, что нам повезло. В ходе визита Владыка Агафангел поблагодарил за великие труды митрополита Лонгина, подарил список Касперовского образа Божьей Матери и выразил уверенность, что такое проявление заботы о своей пастве может принести настоящий мир и процветание нашей украинской земле.